Привет, друзья, с вами Бора. Перед вами продолжение рубрики, где я рассказываю про своих любимых чемпионов и делюсь своими наблюдениями по поводу игры за них. Сегодня я хочу рассказать вам про Призрака. А перед тем, как мы начнем, я бы хотел поблагодарить Джамилю в Хаос за подписку уровня Могучий Ученик на сервисе Boosty, где я выкладываю разнообразный материал, связанный с видеоиграми и не связанный. А также хочу сказать спасибо за покупку спонсорки на ютубе уровня Могучий Ученик, Каляшика, он же Подушка. Ребята получили доступ не только к эксклюзивной инфе, но и доступ в закрытые чаты ВК или Телеграм на выбор. Спасибо за поддержку. Итак, Призрак. Нужна ли ей коронная способность? Да, нужна и желательно коронка где-то сотого уровня. Лично я прокачал Призрака камнями и будильником и дико доволен. Благодаря коронной способности, помимо того, что вы начинаете каждый бой сразу в фазе, что дает возможность скидывать в себя негативные эффекты, вы также получаете ускоренный набор энергии. Каждый раз, пока находитесь в фазе, и противник пытается нанести удар, делая промах. Вот за каждый такой промах вы получаете немного энергии. Однако Призрака можно играть и без коронки. Пресловутый имун, который выражается в скидывании кровотоков, отрав и прочего, когда вы переходите в фазу, все так же работает. Но здесь вам нужно в начале боя делать свайп назад. Боты тупят с завидным постоянством, когда вы хотите развести их на удары. Поэтому я разработал для себя несколько подходов для разных стилей ведения боя. Хотя чаще всего получается мешанина этих самых стилей для того, чтобы бой прошел как надо. Как же играть за Призрака? Ее фишка как раз и состоит в режиме фазы. Если вы хотите полного погружения в персонажа и максимальной отдачи, то коронка будет обязательно. Хотя я и говорил только что, что можно и без нее. Но Призрак без коронки это как чизбургер без сыра. Поэтому я бы советовал вам искать Камень Пробуждения и ленистого крутить классовые кристаллы, чтобы коронку открыть. Мы начинаем бой в фазе и наша задача состоит в том, чтобы враг нанес один или два удара. Но вместо попадания он промахивается, а нам за каждый такой промах капает Н-ка. В это же время мы ничего не делаем, а просто стоит. Я видел, что многие ребята пропускают лишь один удар, но я стараюсь пропускать два. Так опаснее и нужно внимательно следить за таймером фазы, но зато Н-ка быстрее копится. Вот здесь я пропускаю два удара и сразу же после второго бью в лицо врага. Один лишь раз. Это обусловлено тем, что перейдя в фазу, первый удар Призрака становится критическим, наносит хороший урон, особенно по мутантам. Второй и последующий уже будут обычными, много урона не нанесут, поэтому не нужно бить один удар. Здесь у нас похожая ситуация, только противник наносит один удар. Данная схема более простая, и я бы рекомендовал новичкам игры за призрака выбрать для освоения именно ее. После того, как противник промахивается, вы наносите удар и свайпаете назад, чтобы снова перейти в фазу и снова попросить врага промахнуться. Вот, собственно, и вся наука игры за призрака, если сильно утрировать. Таким макаром набираем две полоски энергии, выбираем подходящий момент, делаем свайп назад для перехода в фазу, и именно из фазы, не нанося ударов, активируем спецатаку, удары которые будут критическими и сочными. То же самое можно проделывать и с первой спец, когда бой не очень долгий и у врага здоровья где-то тысяч 50-60. Для того, чтобы атаки становились неблокируемыми, вам нужна оса в синергию, и на мой взгляд, оса является не просто брелком к призраку, а вполне себе крепким атакующим чемпионом, даже несмотря на хилый блок и пониженное здоровье. Играть за нее очень просто, делаем комбо, вместо завершающего удара легкой или средней атакой зажимаем тяж, и получается красота. На втором комбо после первого удара тяжа сдаем первую спец, и к этому моменту наши враги либо издохли, либо потеряли достаточно много здоровья. Если противник относительно жирный, то работаем по той же схеме, но вместо первой спецули сдаем вторую, а там и криты порядочные, и еще мощные укусы, которые дополнительно опустошат шкалу здоровья врага, если вы его разведете на спецатаку. В игре бывают разные ситуации, бывает так, что фаза проходит, а враг просто отбежал, или стоит, или еще как-то случилось, но данная схема не сработала. Ну или вы только начали играть за данного чемпиона, и пока что не уловили технику игры. Первое время вам будет тяжеловато играть только через фазу, и по привычке многие могут использовать стандартную технику игры через парирование. В этом нет ничего зазорного. Вы можете играть парир тяж, парир тяж, потом спецатаку из фазы. Тяжелые атаки прекрасны тем, что имеют 50% шанс повесить на призрака ярость и жестокости при зарядке тяжелой атаки, если удары тяжа атаки были не критические. Таким образом можно подойти к сдаче первой спец, имея две ярости и одну-две жестокости, что в сумме с критическими ударами спецатаки из фазы дает приличный урон. Но, конечно же, нужно учиться играть из фазы. Со временем вы привыкнете, не нужно переживать, что вначале много пропускаете. Тем более, если противник повесит на вас кровь, отраву или еще что-то в таком духе, то, уйдя в фазу, вы не только сбросите с себя эти негативки, а еще и получите за каждую сброшенную негативку по пассивной ярости, что сделает урон мега крутым. Еще прикол фазы в том, что во время первого и, как я уже говорил выше, последнего удара, противник не может уклониться, потому что Эйва получает пассивную точность при переходе в фазу, которая и блокирует уклоны врага. Исходя из моего опыта игры за призрака, да и опыта других игроков, можно сделать вывод, что это чуть ли не самый крутой персонаж в игре. Если бы у нее еще был реген и обнуление, то она бы реально стала новой королевой мира битвы, но мне кажется, что это уже чересчур. То, кем она является сейчас, просто сказка, и что-то менять не нужно. Ведь у нас стоят очереди из старых персов, которых нужно подтянуть к сегодняшним реалиям. Да-ка-бам. У призрака есть один из ян. Она боится пробития брони, поэтому будьте внимательны. Если на вас повесят пробитие брони, то она не сможет уйти в фазу и, как следствие, станет неизабельнее Железного Кулака, хотя тот и наваливал в 2015-м. Отдельно можно отметить ее синергию с Капюшоном, которая дает неуязвимость во время фазирования. Это будет полезно при прохождении заданий, где не избежать третий спец врага. Перейдя в фазу, перед тем, как противник стас третью спецулю, вы не получите никакого урона. Пожалуй, это все, что я хотел вам рассказать про данного чемпиона. Если вам есть что добавить, то комментарий под видео к вашим услугам. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если еще этого не сделали. Большое спасибо за просмотр. С вами был Бора. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...